Из Станислава Говорухина уже невозможно представить наследие отечественного кинематографа. Режиссёр гениального почерка и невероятного вклада в культуру Отечества. Неповторимый, могучий, как отдельная планета. Один из титанов фантастического по творческой плодовитости поколения великих советских режиссёров. А ведь в профессию геолог Говорухин пришёл случайно. Увидел съёмочную группу на улице и влюбился в кино. Все бегают, что-то суетятся. И только один человек сидит в кресле с палкой. Ему приносят чай. Я говорю, а кто это? Мне говорят, это режиссёр Марк Донской. Я про себя подумал, думаю, в профессии, а? Мудрый, спокойный, с неизменной трубкой и потрясающей выдержкой. Ему достаточно было снять теперь уже культовый сериал. Место встречи изменить нельзя, чтобы навсегда остаться в истории. Я, дай бог, если один раз посмотрел картину, её... Мои зрители её знают почти наизусть. Когда со мной говорят, я лично не помню ни одной реплики. Облигация или облигация? Облигация. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Он никогда не юлил, не лебезил. Он мог быть несогласным. Тогда он просто не встречался и не общался с таким человеком. Между съёмками Станислав Сергеевич писал сценарий, в том числе к самому кассовому фильму советского проката «Пираты 20 века». Он был потрясающим патриотом в самом прекрасном, высоком смысле и понимании этого слова. Он, видно, всё-таки это знал, как нужно правильно жить. Недаром он всё-таки занимал высокий пост и, конечно, снимал такие потрясающие фильмы. Размышления художника об эпохе геополитической катастрофы отразились уже в публицистике. Россия, которую мы потеряли, великая криминальная революция, так жить нельзя. А сколько у вас народу в деревне живёт? Три человека. А молодых нету? Нету молодых. Я помню, как на масс-фильм депутаты приезжали смотреть. Так что она, конечно, произвела тогда просто фурор. Боль за страну логично привела Говорухина в политику. Станислав Сергеевич отдал российскому парламентаризму четверть века. Долгое время возглавлял комитет по культуре. Ушёл из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила. Он всегда был вместе со своей отчизной. В минуты славы и в дни испытаний четкой и однозначной оставалась его позиция по Крыму. Каждого терзала это вот такая непрекращающаяся фантомная боль от отрезанного от матушки России островка Отечества. Он не боялся говорить правду, часто резкую, неудобную. Повторял, что верит, его личное участие в политике принесёт хоть небольшую, но ощутимую пользу гражданам. Можем было пойти раньше, там, фабком, горком. Сегодня никто из руководителей регионов не обращает внимания, но вот их надо заставить. Он придерживался твёрдых политических взглядов. То есть он не был сторонним наблюдателем. Мы слышали его голос, его убеждения. В 2011-м режиссёр возглавил предвыборный штаб Владимира Путина, а через два года был избран сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Я не такой мягкий, как Владимир Владимирович. Мы знаем это по вашим фильмам. Один из главных героев говорит, теперь горбатый. Я сказал. В 2016-м Станислав Сергеевич получил из рук президента орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Ну, кто-то, может, усмехнётся, скажет, когда же ты успеешь доказывать-то уже. Но, с другой стороны, у Ивана Сергеевича Тургенева есть такое стихотворение в прозе «Мы ещё повоюем». Будущие поколения, для того, чтобы узнать великую советскую эпоху, обязаны посмотреть три сериала. Это «Вечный зол», «17», «Мгновение весты» и «Место встречи изменить нельзя». Среди поздних говорохинских шедевров был и «Ворошиловский стрелок», заостривший проблему незащищённости человека в мире деформированной морали. Что ты, моя дорогая? Всё будет хорошо, вот увидишь. Нет, хорошо уже никогда не будет. Его последней работой стала лента «Конец прекрасной эпохи» по мотивам прозы Довлатова. Фильм был удостоен премии «Золотой орёл» за лучшую режиссуру. Честно работали над этим фильмом. Мне он нравится. Мне кажется, что это моя лучшая работа. Галстук есть у вас? У меня даже наскороза послыхнет. Всё как-то неожиданно случилось. Он реализовался, он состоялся, он вошёл, как говорится, в историю. Станислав Говорухин повторял, что каждый режиссёр снимает один и тот же фильм о самом себе. Чем больше ты узнаёшь эту страну, тем больше влюбляешься в неё. Сдержанный до суровости, сильный, полный достоинства, он ещё при жизни стал классиком кино, символом культуры страны и российской нации, которым посвятил всю свою жизнь и творческие силы.